вечер добрый дорогие друзья братья и сестры буквально две секунды технические и мы с вами начнем общаться буквально две секунды все ну на самом деле я очень всех рад вас видеть соскучился неделя прошла на то воскресенье я не смог выйти в эфир в связи с тем что очень загружен был в связи с поездкой в санкт-петербург на поступление сейчас конечно мы сначала поговорим о петре и февронии о святых чудотворцев муромских немножко иванское чтение потом расскажу поделюсь пошу бачка лапочка любовь это не только о святых ну в том числе это нашей жизни поэтому чтобы сразу с вами определить слышно или не слышно поставьте сердечки и напишите все хорошо и мы с вами пойдем дальше общаться ну естественно потом отвечу на ваши вопросы которые вы будете задавать поставьте там или лайк или сердечки или напишите что все хорошо слышно видно все хорошо вижу все спасибо большое ну значит начнем сегодня с иванское чтение сегодня несколько иванских чтений звучало во время богослужения сегодня воскресенье малая пасха христос воскресе мои дорогие значит обычно когда мы вспоминаем преподобных и иных святых кто читается евангелием заповеди блаженства то есть заповеди такое как блаженство на высшей степени духовного счастья то есть господь не отменяет в их заветной заповеди данный моисею им на горе синайской но тем не менее дает заповеди то есть указующие как я уже как-то говорил не запрещающие заказующие пошел указующие потому что в ветхом завете вспомните не прелюбосотворение укради они запрещающие как бы но в связи с как святая цыгра жестокосердечьим народа ему были даны такие заповеди но за это не указывающие то есть блаженны чистые сердцем те бога увидят то есть бога утрец то есть новозаветный когда служим с память того иного святого часто читается ивановское чтение там какой праздник сегодня но если мы берем государственный праздник то день любви семьи верности желая вашим семьям и ваших семья взаимопонимания любви и уважения друг друга тяготы ношения вот как мы читаем в молитвах друг друга тяготы носить господь вернет а грите молитвы говорю заговариваюсь и в том исполните закон христов вот поэтому сегодня мы вспоминаем святых петра и февронии замечательный день праздник по нескольким причинам во первых господь дает таких угодников которые являются для нас определенным образцом семейной жизни очень важный интересный таким внутренние внутренняя борьба петра который хотел не хотел отказываться конечно от княжества но дал обед что женится на февроне потом отказывается своих слов господь опять наводит на него немощь и потом все-таки сдерживает свое слово женится на ней ну другая веха в жизни его появляется то есть князья горит или отказываясь от февронии или уходи с княжества и он уходит и вот все эти перипетии который начинает дележка власти много жизни загубила и на просит его вернуться ну и тогда уже все слава богу но что мне нравится интересные два таких факта которую просто удивляет но первых мне очень понравился это когда февронии везли к петру то с вожделением с похотью на него стал смотреть один не скажем так воинов и она его призвала почерпни сначала с одного края воды и пригуби сделала это игрит теперь с другого он тоже это сделал в чем чувствуешь разницу ведь ни в чем так и женская плоть никакой разницы не имеет но душу ты можешь осквернить ну вот если так вот рожевая конечно все правильно тело но на одно и то же ну любим мы человека не только ради тела да и в первую очередь не ради тела ради семейного взаимопонимания бережливости любви я думаю вы со мной согласны не знаю не вижу сердечков наверно согласна вот и второй интересный момент который мне очень понравился это исторический тоже факт хотя некоторые говорят это были цели не были цикаты какие то вы рассказываете но на самом деле это вот такой исторический факт а их одна из последних воль скажем так воли извилений было чтобы их захоронили не в одном гробу как некоторые это в одной могиле в связи с тем что они приняли монашество ну естественно никак не допустимо и господь сотворяет чудо их и захоронили в разных могилах но придя к могилам одна пустая оказалась в другой показалось что гроб на гробу стоит то есть они перезахоронили и опять это чудо повторилось то есть вот так они как по смерти вместе так и в царстве небесном святые угодники ну естественно конечно же они являются для нас образцом духовной жизни взаимопонимания внутренней борьбы у петра борьба желание власти денег у февронии конечно свои были переживания то есть невозможно на блюдечке получить царство небесное при господа во всем должен быть подвиг вот ну и чуть-чуть я зафиксирую телефон чтобы вот естественно вот сегодня мы их вспоминаем вообще два раза в году вспоминаем святых петра и февронии но сегодня сугубо выделен праздник привет из германии можно православно братья брать святую воду в католических храмах но лучше не надо потому что в германии есть много храмов православных не раз уже задавали этот вопрос можно ли ходить костел и на лучшее ходить православных храмов и в кельне и в других местах есть храмы можно думаю как подвиг во всем должен быть подвиг который мы делаем для господа чтобы мы верны были вот мы сейчас говорим о семье да мы же не идем пока жена где-нибудь там в отпуске не в отпуске допустим о командировке мы же не идем другой жене что-то там женщине рассказывать делиться мы сохраняем верность супруги свои вот так и в духовных вещах мы должны быть верны сделать это можно но не нужно чтобы уже потом сердце не смущалась тем более германия она она не больше краснодарского края тут за два три часа можно проехать а так не все так ну давайте вы начинаете писать свои вопросы которые может быть вас накопились а я расскажу за поездку и свою сам петербург почему я и в то воскресенье вышел в эфир поездка конечно была интересная для чего я поехал в санкт-петербург я поступал в санкт-петербургскую духовную академию слава тебе господи я поступил было непросто но это наверное того стоит 60 человек квота был на поступление значит около 70 поступило 10 человек с испытательным сроком всего поступало 81 человек ну много дисциплин сдавали греческий английский там сочинение собеседование и несколько экзаменам по профилю литургия канонический право литургий кэта то есть богослужение седьмичного округата своето в течение недель недели дневного накруга в течение дня какие бывают богослужений годичного ну вот и каноническое право то есть это в каниска заправа тут очень много что входит это канонные правила святых отцов, вселенских соборов, апостольских правил, ну и можно многое другое перечислять, как бы такой церковный закон, по которым живет православная церковь. Вот основные направления, по которым мы должны были сдавать экзамен. Но это наша кафедра. Я поступил на кафедру по богословской практике. Да, вроде так, пошло их четыре было, там еще пастырское богословие было, потом библейское и историческое кафедра. Вот, я по практической поступил. Учиться два с половиной года на магистратуру я поступил. Чтобы я мог... Добрый вечер, всем сейчас поотвечаю, немножко расскажу, вы пока пишите свои вопросы. Что мне понравилось? В Питере очень много храмов величественных, красивых. Значит, Академия находится практически на территории, или рядом с ней, с Александром Невской Лаврой, в храме Александра Невского Мощи. Ну, я немного выложу на свою страницу, можете посмотреть, кому будет интересно потом. И, что удивительно, практически огромное количество храмов, чуть ли не за каждым поворотом, не на каждом шагу, один красивее другого. Молись да молись. Что не понравилось? Ну, поскольку я очень теплолюбивый, ну, климат, конечно, не по мне. Сыро, холодно, в куртках ходили. На день четыре раза дождь мог пойти. Ну, конечно, вот климат очень тяжеловатый для меня. Город. Ну, город, наверное, красивый. У меня времени сильно не было его рассмотреть. Ну, конечно, нуждается в серьезном капитальных ремонтах. Очень много зданий такие обшарпанные, хотя и центры практически Санкт-Петербурга. Но, тем не менее, я, наверное, больше такой, ближе к промышленной, наверное, какой-то зоне был. Ну, надеюсь, в следующие поездки я найду возможность, чтобы посетить мощи Ксении Петербургской и Савкиевский собор, посетить многие места. Что еще было необычно? Это, наверное, Белые ночи. Здесь, на Кубани, где-то часов в 7-6-7 вечера вот так начинает уже смеркаться. И вот там круглосуточно было такое вот чуть-чуть светло, я бы сказал, как к вечеру. Ну, говорят, как же вы спали, батюшка? Ну, спал спокойно, потому что переживания, учеба, она, конечно, утомляла. Поэтому проблем не возникало со сном. Кто хотел, тот спал. Ну, все равно, очень красивые храмы. Мне, в первую очередь, очень храмы нравились. Ну, что, мои родные, давайте пообщаемся по вашим вопросам, если у вас будут вопросы вот по академии, по поездке, также с радостью отвечу. Так, немножко пролистаю. А когда причащаться? Сколько дней надо готовиться? Значит, готовимся мы, желательно, за три дня. Каждый день читаем по канону, потому что, когда мы готовимся ко причастию, мы читаем канон Господу, Богородице, Ангелохранителю, и неотъемлемо канон ко святому причащению. Три дня также и постимся. Давайте разделим немножко телесный пост и духовный пост, потому что некоторые посты считают, это диета какая-то. Но пост это, в первую очередь, воздержание от греха. Давайте телесное. Кушаем мы все, что растительно на постном масле. Если это не строгий пост, допустим, как сейчас Петра и Павла, то можно рыбку кушать. Почему три дня? Потому что в течение трех дней нам и легче вычитывать каждый день, и мы три дня можем спокойно сесть, вспомнить какие-то грехи свои, выписать на листики себе, как шпаргалочку, к примеру, в воскресенье вы собираетесь причащаться, в субботу вечернее богослужение постели, и в воскресенье уже приходите натощак. Если нету никакой у вас немощи, сахар, диабета, то натощак уже причащаетесь. После 12 ночи мы не едим, не пьем. Во избежание всяких искушений. То есть три дня. Минимум один день при условии каких-то немощей. Причащает иногда на дому, если человек нетранспортабелен, парализован, или еще какие-то проблемы есть. То есть он готовится тоже, или ему помогает готовиться. Но самое главное требование, чтобы человек был в разуме. То есть он понимал, если это вот на дом священника пригласили, в храме-то понятно, да? Да и в храме в том числе. Если родственника какого-то вы привезли, он должен быть в разуме. Потому что таинства, они совершаются все в добром желании, а не насильно. Так же, как креститься, венчаться. Это должно быть добрая воля извеления. Если это младенец, то поверь и крестных родителей, и родных родителей. Или если это, допустим, взрослый по своей личной. Так что минимум один. Но это исключительные моменты. Так обычно три дня мы готовимся. Исправить сопрещаемся мы минимум четыре раза в году. Пост также заключается, если есть семья, муж, жена, то они воздействуются от плотских отношений. Ну, самое главное в пост, по-моему, как Иоанн Кроштадский сказал, главное не есть людей. Желательно перед исповедью примириться, кого муж обидели, как минимум позвонить, попросить прощения, чтобы, приходя на исповедь, где мы просим у Господа прощения о своих грехах, мы сами имели чистую совесть, что мы сами простили, и сами примирились. Вот, поэтому желательно перед причастием и исповедью также попросить прощения, как хотим, чтобы мы получили прощение от Господа. В идеале причащается исповедоваться каждый месяц, особенно деточек, потому что деточкам какой-то подготовки сугубо не надо, и исповедуются они, начиная с семилетнего возраста, с семи лет. Поэтому, как к серьезной подготовке им не нужно. Можно с ними, ну, почитать, или чтобы они рядышком постояли. Вы готовитесь, и они с рядышком с вами стоят. Меня с детства так приучали, папа читает молитвы ко причастию, я стою рядышком. Тяжело, не тяжело, где-то я садился, где-то стоял, то есть, к детям больших требований, конечно, нету. Но желательно тоже их натощак. Не знаю, меня с трех лет, наверное, натощак приводили. Просто можно не к самому началу, если это маленький ребенок, а ближе к причастию прийти, чтобы дитё сильно не томилось. Ну, надо, конечно, по мне так, как меня приучали, как воина Христова, поэтому, может быть, священником и стал. Вот. Поэтому каждый месяц желательно. И, по-моему, если не ошибаюсь, Николай Чудотворец говорит, кто из поэции причащается реже, чем раз в месяц, того душа и тело славнен, лукавый, может сотворить с ним всё, что угодно. Поэтому раз в месяц в идеале. Надеюсь, ответить на ваш вопрос. Ксения говорит, мой вопрос выше. Сейчас я почитаю. Тема считается покровителем обучающих. Да, Сергей Радонинский, правильно, мы обращаемся за молитвенной поддержкой. Вот, нашёл, Ксения, ваш вопрос. У меня вопрос, а какую молитву можно читать, чтобы ребёнку было хорошо в учёбе? Ну, правильно, ответили. Сергею Радонинскому, а также, в первую очередь, мы обращаемся за молитвенной помощью ко Господу и Божьей Матери. Божьей Матери мы обращаемся на прибавление ума, потому что по жизни, да и в учёбе, в первую очередь, нам нужно образумление. Так, Батюшка, мы с супругом в сентябре будем в Краснодаре. Можно вас повидать? Можно. Пишите, если что, в личку, дам вам личный свой номер телефона и, пожалуйста, звоните заранее и встретимся. Я вообще со всеми рад встречаться, я люблю общаться. Жуть не люблю писанину, а вот общаться люблю. Так, а в часоне Ксении Петербургской были не было, к сожалению, пока. Я должен теперь в Петербург ехать в, по-моему, октябре, если не ошибаюсь. Там погодка, как у вас, как у нас в Сибири и ночи белые. Ну, да. Так, добрый вечер, с праздником, с праздником. Так, батюшка, здравствуйте, Римна Сибири, тогда ложится день. Батюшка, скажите, пожалуйста, я знаю, что за католиков не подают записок, да, на службу, а дома за них молиться можно, молиться не стоит, молиться ли, я так предполагаю. Секунду, у меня монитор потух. Все. Ну, вообще, церковно, естественно, мы молимся о православных, крещённых людях. Не знаю, о католиках, поскольку они в ереси, они и догматические есть у нас различия, мы, конечно, кратенько можем о них помолиться, частных домов, чтобы Господь их вразумил, привёк к покаянию и чтобы они пришли в лоно православной церкви. То есть, мы не хотим победы какой-то над ними, не враждуем с ними, потому что есть много, с любой вероисповеданием, но можно найти какие-то социальные точки соприкосновения, помощь нуждающейся, какие-то проекты. То есть, доброго христианского, просто человеческого отношения никто не отменял. Зачем эта вражда? А вот литургическое, молитвенное общение, это уже сугубо духовно-интимный вопрос. Тут уже нужно более чутко относиться. А какие-то добродетели можно и вместе сделать. Но очень осторожно, я бы сказал аккуратно. Ну, дома Келейна аккуратненько, но может. Батюшка, бывает иногда, когда причащаюсь совсем без подготовки. Бывает иногда, когда причащаюсь. Ну, готовиться в любом случае надо. Вы же со Господом соединяйтесь. Вспомните, когда священник выносит причастие, чашу, да, он говорит со страхом и веру, и приступите. Если вы не готовились и дерзаете, то это не в оздраве души и тела, а в суд и осуждение. Мы читаем такие слова, кто яст и пиет, не рассуждая, тот суд себе яст и пиет. То есть, недопонимая, конечно, нужно готовиться, безусловно. Ну, человек как исповедовался, как никогда, нигде и никому, и его сразу причастили. Это невозможно. Не, ну, первый раз может быть какой-то исключительный момент, тем более, если он натощак пришел, как исключительный. Ну, конечно же, он должен понимать его, он должен был подготовиться к этому, тем более, это первый раз. Но вспомните, как женщины, так и мужчины, думаю, с собой согласятся, когда ты первый раз в жизни шел на свидание. Какие переживания были, ты сугубо готовился и внешне, а тут не свидание, а встреча со Господом. Как же к ней не готовиться? Поэтому, конечно, бывают исключительные моменты, но нужно готовиться. Так, шо, все закончились? Как на Кубани говорят, не что, а шо. Так, помолитесь об исцелении болящего Игоря, подкрепи Господи. Дали в церкви просвару, а она в пакете пропала. Как с ней поступить? Если есть речка, то лучше ее в речку бросить, чтобы рыбки скушали. я надеюсь, у вас есть речка. Что делать, если нету? Есть несколько вариантов. Можно немножко счистить и размочить, если она, допустим, засохла, и все-таки потребить. Ну, на край отнесите в храм. Там есть непопираемое место, где уже с ней знаешь, что сделать. Вот, поэтому вариантов несколько. А вот говорят, скажите мне, кто такой друг, и я скажу, кто ты. У Иуды тоже были друзья. Сергий, не совсем понял вопроса. Дух Иуды в каждом человеке есть, и во мне, и в вас. Другое дело, каемся мы ли в этом и приближаемся через покоение к Богу. Это второй вопрос. Это я просто спросил, а я готовлюсь всегда. Слава Богу. Что за тема? Добрый вечер всем. Ну, сегодня тема у нас, конечно, Петра, день памяти святых Петра и Февронии. Еще раз повторюсь, мои родные, государственный праздник, день семьи любви верности. Желаю вашим еще раз семьям взаимопонимания и в ваших семьях любви, чтобы меньше было ссор, больше было радости. Также у нас ну, можно, конечно, было бы поговорить о футболе. Вся страна у нас сегодня в духе и патриотизма, и спорта. Ну, если кратенько, потому что меня спрашивали, смотрю ли я футбол, смотрел я футбол, переживал за наших футболистов. Они, конечно, приятно удивили, хорошие результаты показали, достойно играли, достойно проиграли, молодцы, показали, скажем, лучший результат, нежели вообще кто-либо ожидал. Поэтому большое спасибо за их труды. Будем, ну, теперь, не знаю, я, честно говоря, вообще не смотрел футбол. Если бы не сборная России, я бы вообще не включал бы его. Но хотелось как-то, чтобы наши победили, все-таки страна, патриотизм, все в едином духе. Так, вот вопрос. С какого возраста ребенку надо читать канону? У нас девочке 10 лет, она ничего там не понимает. Хороший вопрос, благодарю. А с какого возраста? Ну, 10 лет это уже нормально. С 10 лет я уже, знаете, каноника причастию, есть, сначала идет канон, а потом 10 молитв. Вот, со своего возраста я уже начинал эти молитвы читать. Сначала там понесколько, потом добавлял, вот, начинал с минимума. Ну, почему? Потому, что папа в основном постоянно все вычитывал, я стоял рядом, вот, ну, и чтобы какой-то личный мог, мой, вернее, подвиг был, я тоже периодически читал. Поэтому, вот, с минимума начинаем. 10 лет это уже вполне приемлемый возраст у меня сыну, 10-11, 11 лет, как обычно, стандартный папа, сколько лет детям, сколько, в какой класс они идут, в общем, среднестатический папа. И, в принципе, он уже по чуть-чуть начинает читать. Вот, спасибо огромное, дорогой батюшка, здоровья и радости вам, вашей семье, хрен, Господи, спасибо, Господи, Сергей, напишите еще раз вопрос, что я тоже, я не совсем понял. Ну, вообще, мы, конечно, помогаем нашим деточкам, крестные родители должны участвовать, объяснять, что это, зачем, относительно понимают или не понимают, я бы вам посоветовал или в воскресную школу, или к батюшке подойти, подчеркнуть те слова, которые вы не понимаете, сами, или девочка ваша, и что вам объяснил, есть молитва слова с толкованием молитв, переводом на русский язык, можно почитать их, было бы, тоже было неплохо, что вы более благородному понимали, что вы читаете. Ну, давайте, мои родные вопросы, а я, наверное, открою, что мне здесь писали, вопросы какие, я отвечу на них. Так, здесь мне прям хороший какой-то вопрос задавали. Так, в основном тут поздравления, поздравления. Так, а ну-ка. Так, пишите свои вопросы, а я прочитаю пока, что мне здесь. есть. Так, это нет, это тут у меня есть все доказательства. Так, сейчас я найду. Вот, нашел вопрос, пишите пока свои, отвечу. Одесский Константин, здравствуйте. Все, никак не могу с вами поговорить. уже время у нас вот-вот на исходе, пару лет с парнем встречаемся, и он в армию уходит такого-то числа. И мы с семьями обговорили и хотим повенчаться, но нужно это сделать в краткие сроки. Возможно ли? Вот вопрос. С одной стороны, вроде бы, ну, повенчаться замечательно, да? Тем более он военнослужащий. Ради таких случаев можно как бы немножко этот вопрос ускорить в связи с всего военной службой. Почему ускорить? Потому что обычно прошение на венчании, беседа начинается за месяц до венчания. Вот если вот как в этом случае он военнослужащий, можно это приблизить скорее, но тут исключительный момент есть. К сожалению, их нельзя венчать на данный момент, даже если ускорить в связи с чем? В связи с тем, что пост. Сейчас идет пост Петра и Павла и в пост никто и никого не венчает. Поэтому в случае можно, в принципе, поскольку она остается здесь, можно с ней общаться с девушкой, как только первая возможность у парня появляется, чтобы он приехал, и тогда их обвенчать. Он может где-нибудь там поблизости, если какой-то храм, там же незакрытая какая-то зона. Понятно, что это военная служба, но тем не менее периодически отпускает. Вот, тем более год. Сейчас год служат, да еще и курортно. Как мы служили, так это не знаю, кто служил, но мы интересно служили. Вот, поэтому я думаю, год это не катастрофа. Вот, Сергий пишет, я хотел сказать, кроме патриарха Алексея, я не верю никому. Кирилл не авторитет и не будет им. Ну, что я скажу? Когда-то и патриарх Алексея не был авторитетом, но сейчас многие каются в этом, что ни почитание, ни такой христианской православной любви не проявляли к Святейшему. Все познается в сравнении. Я скажу, что наш Святейший Патриарх Кирилл очень образованный, умный, многие вещи правильные, скажем так, запустил. Не в плане, что они плохо стали, а наоборот, их аккумулировал. И многие отделы, социальные отделы, молодежные отделы, миссионерские отделы, они более эффективно стали работать. Я бы сказал, может быть, трепенулся, вышел на новый уровень. Но это в большей степени заработало при Святейшем нынешнем Патриархе Кирилле, который сам очень активен. Поэтому тут все познается в сравнении. Патриарх Алексей Святой. Возможно. Нет, Алексей он Святой. Но есть личные отношения. Вот видите, у меня за спиной старый календарь еще. Не меняю, потому что тоже очень уважительно к Святейшему относился. Ну, как бы надо молиться вразумление, как и нынешнего Святейшего, чтобы он правильно вел паству, возглавлял, как корчий корабль православной церкви, чтобы привести к Господу. Потому что со всех сторон православную церковь хотят съесть. Реально съесть, условно выражаясь, конечно, поскольку она к какому горле многим. Вот смотрите, как пример, возьмите Европу. Сегодня там узаконены однополые отношения. Хотят узаконить выбор ребенка от смени пола. Почему это так? Потому что, к сожалению, католическая церковь утратила свой авторитет и никакого значимости уже не имеет. Здесь, в России, православная церковь, в том числе как корчий православной церкви святейший патриарх, он имеет огромный вес. нравится это кому-то или нет, и этих вещей не допускается. Может быть, есть, конечно, такие прецеденты, не имею в виду, на законном уровне, греховном, скажем так. Ну, прости их, милостиво, Господь, разуми, чтобы они покаялись. Вот, безусловно, в Кирилле нет души, в каждом человеке есть душа. Как Господь сказал, не судите, не судим и будете. Единственное возможно обрести Царство Небесное без суда. Вот, ну, что мы, родные, давайте еще поговорим немножко о семье, потому что у нас сегодня тему о семье Петра и Февронии. Да, как минимум, мы с вами не слышались почти больше, наверное, полторы недели. Не знаю, как вы, а я соскучился с общением с вами. Не знаю, вы, наверное, не соскучились. Вот, семья. Семья, безусловно, это ячейка общества. Семья бывает, болеет. Почему? Потому что вот, если брать статистику сегодняшнего дня, то на много, большое количество браков, почти такое же количество разводов. Может, немножко меньше, 100 на 80, может быть, так вот, если выразиться. Почему такой коэффициент? Почему молодежь сегодня не хочет создавать крепкие семьи? и почему они так быстро распадаются? Конечно, ответ очень элементарный. Каждый тянет это дело на себя, и девочку приучают, что ты принцесса, у тебя должен быть чуть ли не миллиардер, муж, бери от жизни все, мальчика воспитывают, что ты тоже такой же с амбициями, они воспитывают воцеломудрие, что к девочке нужно относиться, как к будущей матери твоих детей, девочку не воспитывают, что ты должна быть все-таки послушной, покорной супругу, уважать его. Ну, когда не так воспитывают, не в духе православия, что в итоге мы хотим получить? Вот, по сути, и получаем. Сергий, ну, давайте мы уже ставим Святейшего в покое, умеет он или умеет общаться, я уж думаю, всяк лучше и больше он общается, чем вы. Если вы хотите пообщаться, ну, позвоните мне, мы с вами пообщаемся и на эти темы. Вот, я все-таки думаю, что тут семьи, если мы говорим о семье, то в первую очередь сейчас, ага, если мы говорим о семье, то надо, безусловно, следовать добрым примерам, которые для нас необходимы в молитвенном отношении, этой Петре Февронии, можно еще других привести, это Гури Самуня Виви, которые молятся в семейных нуждах. Я думаю, безусловно, это важно, нужно. Так, прославит о том, какой, а не о каком близки. Вот, ну, мои друзья, я вижу, что вопросов у вас сегодня нет, честно говоря, свои вопросы, вот, один я так конкретно помнил, поэтому его открыл, прочитал, вот, если у вас вопросов нету, тогда будем завершать наш эфир. На самом деле, конечно, вопросов уйма. Сегодня мы коснулись вопроса, сегодня мы коснулись вопроса, и, давайте о венчании немножко скажем. По сути, семья не может быть полноценной, если не благословен Богом брак. Брак Господь сам благословил в Кане Галилейской, когда был на браке и первое чудо сотворил. Господь благословляет брак, и сегодня ЗАГС это замечательно, Церковь уважает такой брак, но все равно брак без Бога, он, можно сказать, безбожный, в котором не созидается духовно-расти на она. юридически, да, замечательно, еще раз повторю, Церковь уважает гражданский брак именно в законе, но венчание очень значимо, это два плоти едину, и много можно случаев рассказать очень важных, значимых о семейной жизни, как Господь управляет. Сергий, я прошу прощения, мы с вами прощаемся в связи с тем, что вы просто не хотите жить по-любви. Так, я новичка, я очень рад вас слышать, спасибо всех, Господь, я встречалась с Кириллом, я его очень люблю, Светлана. К сожалению, есть категория людей, которая не хочет жить в радости. У всех знаете, вот есть такая проблема, что мы вечно хотим, чтобы все крутилось вокруг нас, а на самом деле крутиться, если так проще выражаясь, душно все вокруг Бога. Все наши успехи должны прославлять Бога, а не лично нас или нашу гордыню. Вот Ирина пишет, мы с мужем не венчаны, немножко жаль. Я бы сказал, должно быть множко жаль. Ни в коем случае не обличаю, не укоряю Ирину, но венчанный брак, это благословен Богом брак. Вы знаете, я вспоминаю один случай, когда меня пригласили на освещение дома, молодой юноша, я его полюбопытствовал, а почему вы хотите осветить свое жилье? На что он сказал, ну мы с супругой расписались и будем теперь здесь жить. Я говорю, а когда вы венчаться будете? На что он сказал, ой, батюшка, это такой серьезный шаг? Я говорю, а когда вы расписывались? Вы что, решили проэкспериментировать, поиграться? Да нет, вроде на всю жизнь, я говорю, но почему тогда вы не хотите сочетаться пред Богом в венчании, если вы серьезно намерены жить с этой девушкой всю жизнь, поэтому безусловно, венчаться можно в любом возрасте, я знаю случаи, когда венчался дедушка ему 93 и 90, поэтому это показательный такой пример, что почему бы и нет, только за, вот, поэтому венчаться нужно, мы даже каемся в том, что прости милосерен Господи, что живем в грехе блуда, ну, брак, конечно, ЗАГСово это замечательно, но это не благословение Бога, вот, ну, есть замечательный все-таки пример для подражания таких браков, ну, вопросов, я так понял, нет, мы роды, тогда завершаем эфир, я искренне рад был с вами пообщаться, сейчас посмотрим, может, все-таки что-то пишут, если вопрос, я отвечу на него, если нет, тогда мы будем завершать эфир, ждем буквально несколько секунд, а я посмотрю, может быть, кто-то мне здесь вопрос задал, который я, спасибо большое, сейчас, так, а если поменчаться, а потом, вот, интересный вопрос, если поменчались, а потом разошлись, как быть, сегодня у нас судить мы можем грех, в человеках судить не можем, а грех мы можем осуждать, сегодня у нас максимум, можно три раза венчаться, знак такой экономии, церкви, то есть любви, но лучше один раз и на всю жизнь, значит, церковного развода сегодня как-то такого нету, сегодня есть такое понятие брак, утрачивший каноническую силу, если вы разошлись и хотите венчаться снова, создали семью, то вы пишите прошение на благословение второй венчанный брак, с объяснением, почему вы, там такая определенная анкетка, почему вы разошлись, какие причины, кто в этом виноват, ну как мы знаем, обычно оба виноваты, ну сугубо кто-то один, ну допустим измена была, поэтому или человек был алкоголик, не хотел лечиться, или наркоманией, ну можно много, психологическая травма, даже не психологическая, а в большей степени психологическая болезнь, вот, и нежелание лечиться, и тому подобное, это одни из причин для вот утраты канонической силы, вот, ну а так пишем правящему архиерею благословно второй венчанный брак, священник пишет свою ремарку в этом прошении, и если благословляется, то второй раз венчается, некоторые задают вопрос, а что же делать с первым браком, не будет ли он там каким-то якорем, и тому подобное, конечно, это глупость, ничего не будет, но молиться о человеке, с которым вы когда-то имели доброе отношение, и венчаны, тем паче, были, конечно, нужно, Господь, говорит, даже за врагов молиться, не говоря уже о том человеке, который когда-то был близок, поэтому я считаю, что, ну, если, к сожалению, сложилось, нужно, конечно, искать, молиться, искать вторую половинку, ну, конечно, иногда, поверьте, Господь просто отводит, чтобы не было большего греха и беды, вот, поэтому, если у вас Александра, у вас есть уже брак, то идите в храм, общайтесь с батюшкой, и венчайтесь с вашим мужчиной, так, батюшка, я о том, что, ага, все, я понял, батюшка, я вам в обсуждениях напишу, куда в Питере можно сходить, мы не против, вы не против, не, я не против, пишите, батюшка, а если вы сами из Питера, вы, в принципе, мы можем с вами в следующую мою поездку увидеться и также пообщаться, я буду очень рад, если кто-то в Питере есть, встретиться, познакомиться, может, даже совместный эфир сделаем, так, батюшка, спасибо, что вы ответили на мои вопросы, буду очень рад с вами повидаться, спасибо, Господи, ну, можно вопрос, Гриша, Гриша, наверное, да, пожалуйста, задавайте, как только вопрос закончится, мы с вами будем прощаться, а если есть вопросы, я с радостью на все их отвечу, сейчас, пока Григорий пишет, вы знаете, у меня интересный случай был, когда я летел обратно, и я в инстаграме, кто подписан на меня, вы видели, значит, когда летели обратно, одна девушка накрылась своей водолазкой и уснула, и вот она скатилась мне на плечо, и вот тут возникает вопрос, что ее будить или не будить, кстати, кто смотрит эфир, напишите, что я должен был бы сделать, разбудить девушку и сказать, девушка, вы что, я священник, или все-таки я должен был вот, не будить ее, и уже так вот нести свое бремя, скажем так, раз уже Господь так управил, пусть уже спит, но вот вижу, молодцы, что вы активизировались, активны, спасибо Господи Ваше, сейчас, Гриша, сейчас я расскажу этот случай, и тогда отвечу на ваш вопрос, ну, я скажу, так я ее не разбудил, мне очень ее жалко, потому что у нее голова болела, и вот она скатившаяся думая, как мне правильно поступить, и почему я не разбудил, помимо жалко, я вспомню одну притчу, если хотите, я вам сейчас расскажу, пока я не забыл, как обычно, и кто хочет, чтобы я рассказал притчу, поставьте лайк, и чтобы я понял, что вы хотите, если нет, тогда я сейчас Грише отвечу, Григорию вернее, не вижу ни сердечек, о, все вижу, хотите, значит, рассказываю, очень интересная притча, на самом деле, поучительная, значит, шло два монаха, один пожилой, другой молодой, только воно новочальный, скажем так, монах, и вот, подошли они к речке, и увидели, что женщина сидит на камне, подвернула ногу, и не может перейти на другой берег, потому что все-таки речка, вот, я подозволю девушку, подозволю девушку, вот, давайте все-таки притчу расскажу, и вот эти два монаха, подойдя к речке, что делать? Старый монах, ну, пожилой монах, взял эту женщину на руки и перенес ее на другую сторону, а по монашескому уставу монахам строго-настрого запрещается, скажем так, прикасаться к женщинам, даже где-то общаться, вот, дабы не было искушений, соблазнов, и вот они идут дальше, и молодой монах не сдержался и говорит ему, ну, как же ты мог стал обличать его, ты взял ее на руки, прикоснулся к женщине, разве ты не знаешь, что нельзя этого делать? На что пожилой монах сказал, я ее перенес и оставил там, а ты ее несешь до сих пор, все, поэтому я понес свой крест, я и осталась, она, где она, в Ростов прилетела, в Ростове со мной осталась, вот, ну, за все слава Богу, так, Григорий, сейчас отвечу на ваш вопрос, можно ли христианину попробовать Рамадан? Нет, не нужно, во-первых, это не православие, вы попробуйте православный пост, я вас уверяю, это еще гораздо строже, если это достойно, строже, интересней и богоугодней, поэтому я, честно говоря, Григорий, не понимаю вот таких вопросов, ни в коем случае, это не относительно вас, а вообще, когда православный христианин, не делав своего, не соблю, соблю, скажем так, церковного закона, он пытается поэкспериментировать в других вероисповеданиях, но давайте сначала свое сделаем, давайте сначала в своих семьях разберемся, потом будем лезть к другим, и нужно ли, скажем так, лезть, душили полезно ли это, давайте сначала себя начнем, вот, прекрасная притча, да, слышал, спасибо, Господи, дайте одну радость жизни, так, 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 сейчас, 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 послушал вас, вообще, я притчу очень люблю, я, 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 как-то вам обещал, что буду каждую, каждый эфир по одной притче рассказывать, но иногда забываю, надеюсь, в следующий раз не буду сильно старым и склерозным, расскажу вам еще притчу, у моего, у меня много друзей мысли, поэтому спросил, ну, друзья-то, это неплохо, другое дело, что надо держаться своего основания, своей веры, потому что, ну, это пустота, одним словом, это пустота, как только ты отходишь от своей веры, внутри становится пустота, и сколько бы, где ты бы не ходил по рамзанным конфессиям, все равно будет пустота, я сталкивался с такими людьми, у меня даже когда-то еще до священца свои лукавые мысли были, чтобы попробовать, а на самом деле надо в своем попробовать, а потом уже экспериментировать, а вообще лучше не экспериментировать, потому что глупо учиться на своих ошибках, тем более в духовных вещах, так, Ксения, у меня вопрос, слушаю, Ксения, моя сокровище, ваш вопрос, правда, что в праздник нельзя заниматься сексом, в праздник, давайте так, раз вы священнику задаете вопрос, я отвечу с духовной стороны на этот вопрос, в праздник или не в праздник, можно ли заниматься интимом, во-первых, есть висните, но пока вроде сбоев нету, по крайней мере, у меня, есть определенные дни, постные дни, среда и пятница, есть пост, вот в это время однозначно нельзя заниматься интимом, если мы говорим о посте, тут есть исключительный момент, на него еще когда-то ответил апостол Павел, когда его спросили на эту тему, нужно ли воздерживаться, на что он сказал, только лишь по обоюдному согласию, по обоюдному согласию, почему, потому что может возникнуть другой грех, прелюбодеяние, то есть измены супруга или супруги, поэтому всякое воздержание должно быть не в зависимости от времени, пост, не пост, по обоюдному согласию, почему, потому что тело жены не предложит ей, но предложит мужу, также и мужа не предложит ему, но предложит жене, но, конечно, есть никогда, в этом нужно воздерживаться, как минимум, если мы больше посмотрим на этот вопрос шире, то в первую очередь это не похоть, это смысл деторождения, но все остальное на совести человека, поэтому все должно быть обоюдно с супругом или супругой, если муж требует, то отказывать нельзя, но, опять-таки, есть же женские дни, если уж простите за правое слово, это уже недопустимо, так, так, почему в доме, где нет икон, некомфортно, как-то и ночью сны страшные, или это просто моя выдумка, бывает и так, почему, потому что образы святых, в первую очередь, Господа и Божьей Матери, это те, которые живым, скажем так, духовным образом взирают в нас и пребывают с нами, поэтому мы где-то помолиться можем, если испытываем какой-то страх, мы можем, ну, чаще всего, когда дом или квартира, где вы живете, не освящен, тогда вот дискомфортно, поэтому в идеале приглашать священников раз в год, как минимум, освящать жилье, некоторые говорят, я, говорит, лет 5-10 назад освящал, ну, замечательно, но в идеале каждый год освящать, тогда будет более спокойно, батюшка, примите, пожалуйста, приглашение вконтакте, в группу, там тоже есть место, которое можно спасить в Питере, хорошо, спаси Господи, так, я смотрела видео про старца Василия, говорят, что он прозорливый, я, честно говоря, не знаю, какому вас старце, говорите, может быть, напишите, чтобы я понял, потому что я, честно говоря, старца Василия, никакого не знаю, и если муж требует, значит, нужно, ну, да, батюшка, спасибо вас Господи за ответы, дай Бог здравия, простите нас грешных, попрости ты вы меня, простите, Христа ради, спасибо большое, я поняла, вы прям все, секунду, Григорий написал, общая, объясните, как психолог, разумный, слава, говорите, спасибо Господи, Григорий, какую можно читать молитву, чтобы ребенку было хорошо в учебе, значит, прибавление, я уже отвечал, но еще раз повторюсь, икона Божьей Матери, прибавление ума, Сергий Радонежский, ангелу-хранителю, и можно, секунду, у меня монитор потух, вот, и можно также святому, его небесному покровителю, ну, допустим, вашего сына зовут Александр, значит, в честь кого он крещен, допустим, Александр Невский, вот, как бы, это в первую очередь, вообще, я вам маленький секрет открою, только, шучу, конечно, как у нас, у русских, по секрету всему свету, вообще, есть такой, замечательный молебень, в храме его можно заказать, и еще будет лучше, если вы со священником помолитесь, этот молебень называется «На начало всякого благого дела призывание Святаго Духа». Это на лично своем опыте пережито, замечательное молитвословие, поэтому, если какая-то сугубо есть необходимость, продажа дома, поступление, там, куда-то, в СУЗы, в УЗы, не поленитесь, придите в храм и со священником помолитесь, в этом чине, это чин молебни, вот, в том числе и об учебе. Так, у нас, наверное, ни разу дом не освящали, нужно, нужно освящать, я, чуя только, вот, во время освящения, не слышал, не видел, это просто, а многие священники, очень, физически, ощущают, вот это, вот, когда освящают, то тошнит, то зевота, то чуть ли сознание не теряешь, по-разному бывает, поэтому, в идеале, конечно, да, мы сами порой, поругаемся, матом накроем друг друга, слава Господу, я хоть не грешен в этом, вот, и вот вам уже скверно в доме, поэтому, уже пора бы освящать, вот, а в течение года, чего только не происходит, телевизор включили, ради любопытства, битроэкстростенсов, все, вся нечисть, из телевизора вам вылезло, чего уже не освящать, ну, конечно, это дело лично каждого, в идеале раз в год, а вы уже по вашему духовному усмотрению, так, байшка, сын, ожидает меня, он уже взрослый, за 30 лет, а, бежает, простите, обижает, вот, я терплю, а потом, одна плачу, теперь, и ругаю его за глаза, от обид его, сейчас, продолжу, давайте, а ремень, учебе тоже неплохо помогает, ну, всякое может быть, вы знаете, даже в священном писании есть такие слова, не оскудеет лоза на сыне твоем, поэтому, ну, лучше до лозы не доводить, лучший способ, это любовь, вот, про освящение квартиры, не знала, что каждый год нужно, это на ваше усмотрение, это мое частное мнение, что в идеале, минимум раз в год, в вашем заговоре, все что угодно может произойти, вот, а вы можете и чаще, если вы считаете необходимым, а потом, еще больше страдаю, от раскаяния, потому что, очень его люблю, ну, я бы вашему сыну голову, оторвал, прости, милосердный господи, за непочитание родителя, тем более, если он обижает, но, нужно критично сказать, что бывают такие ситуации, когда родители сами, в какой-то мере, перегибают палку, чрезмерное засюсюкивание, чрезмерное, и уже от противного, дети начинают уже, какую-то злобу, выдавать, высказывать, вот, поэтому, тут, конечно, надо индивидуально, если хотите, напишите мне в личку, я вам напишу свой личный телефон, и мы с вами, вы позвоните, мы с вами пообщаемся, то ли это по скайпу, то ли ватсапу, пожалуйста, и Светлана, я, ну, это индивидуально, надо разобрать ситуацию, потому что, порой нужно поставить на место, потому что вы мать, и не слуга, не служанка, вернее, вы, мы слуги божьи, но никого больше либо, так, Светлана Васильевна, читайте, 22-й псалом, Светлана Васильевна, а, 22-й псалом, да, тоже можно, отец Васильев, Боровицкий монастырь, может быть, я, честно говоря, не знаю, спасибо, господи, батюшка, много интересует природа, все, что происходит в мире, в пределах разумного греха, это или нет, мне, ну, дальше, да, интерес, это замечательно, Господь, мир для чего создал, вспомните слова Адама и Евы, какие были сказаны, обладайте землей, ну, владитесь, множите, обладайте землей, что такое обладание, созидание, а, если это интерес к какому-то созиданию, почему бы нет, я очень рад за людей, которые могут путешествовать, это замечательно, другую культуру видишь, другой менталитет, культурологические какие-то моменты, даже где-то порой интересные, религиозные, ну, сколько я сталкивался с другими, вот, в Иерусалиме, я был там, в Греции, ну, в Греции понятно, что православные, другие какие-то места, Господь, так, спадаю, побывать, ну, ты понимаешь, что лучше православия ничего нету, вот, как хотите воспринимайте, как священники, я говорю, или как просто человек, но лучше православия ничего нету, поэтому, ну, почему бы нет, интересуйтесь, как вы правильно сказали, в планках, в рамках благоразумного, хорошо, батюшка, пригласим на освещение, свекровь смотрит все подряд, по телевизору, включая экстрасенсы, прости, милосемь, Господи, там каяться надо, так, я далеко, привет, и тебе, Аня, привет, вы правы, вы просто виноваты, мы просто виноваты сами, здравствуйте, батюшка, с днем семьи, любви, веры, спасибо, Господи, добрый вечер, батюшка, спасибо, батюшка, я подумаю, ну, кто-то что-то пишет, я уже хотел сказать, ну, и усе, давайте, все-таки, кто-то что-то пишет, если есть вопросы, я с радостью отвечу, мои дорогие, безусловно, пишите, если нет, мы будем завершать, в принципе, мы уже час в эфире, пожалуйста, что такое здоровье, вам, вам помолитесь, Роман, не понял, ну, ладно, если о Романе надо помолиться, подкрепи, Господи, батюшка, у меня проблемы с приемным сыном, ой, это уже, да, ему скоро 16, стал злым, постоянно грубит, может быть, молитву какую-то почитать, ну, также я бы порекомендовал прибавление ума, но, в первую очередь, иконе Божьей Матери, умещение злых сердец, если бы он маломальский, хотя бы верующий человек, помолиться с ним, когда он ни в гневе, ни в каком-то порыве подростковой глупости, пообщаться с ним, может быть, в храм сходить, это было бы вообще замечательно, тогда, когда в любви Христовой, тогда больше взаимопонимания и взаимоуважения происходит, как запретить мужу на, как запереть мужа на причастие, а то он неверующий стал, ну, давайте так, запирать мужа не нужно, ни на причастие, ни в комнате, нигде, муж это не животное, не собачка, которую можно запереть, еще раз повторюсь, что таинства все делаются по доброй воле, Ксения, вы попробуйте себя, добрым примером, что это полезно, что это нужно, ведь наверняка, что он может вам сказать, что ты ходишь в храм, а сама злая, вот вы покажите, что вы не зря ходите в храм, что вы добрая, любящая, вот, и когда он видит ваш добрый пример, он тоже скажет, а что я такой глупый, и не хочу стать лучше, вот, ну, а вера это личное познание Бога, поэтому, я думаю, нужно, конечно, молиться о нем, и Господь все управит, принесите, допустим, хотя бы для начала, святую воду, и просворочку с храма, хотя бы пусть так, ну, а потом уже, может, милостью Божией, будете трудиться, молиться о нем, как апостол Павел сказал, верующая жена, освящает неверующего мужа, ну, ну, я думаю, с помощью Божией, все встанет на свои места, так, сейчас, секундочку, тут уже написали, я не успел, свершить, ну, как вариант, добрый вечер, с праздником, Божия, спасибо, Божия, как можно убрать рука блуде, это грех, конечно, блуда, личного, скажем так, и в том числе, это болезнь определенная, в том числе, психологическая зависимость, потому что, на фоне этого телесного, в кавычках, удовольствия, выделяется, конечно, определенный гормон, адреналин, выброс, но, нужно понять, что это грех, и с этим грехом, нужно, конечно, бороться, как бороться, конечно, можно посоветовать, в первую очередь, когда это возникает, когда мысль сначала приходит, когда блудная мысль приходит, сразу нужно начинать молиться, можно кратенько, хотя, о Господе, помилуй меня грешного, или помилуй меня грешную, лучше, помимо этого, еще читать молитву Марии Египетской, в житте которой, мы видим, что она много блудом страдала, но, тем не менее, узнав о Христе, покаялась, и приблизилась в святости, ко Господу, вот, добрый пример, почитайте же, тема Регипетской, очень назидательно, и полезно, вот, молитва к ней, тоже очень, помогает, вот, ну, и сдерживайтесь, Влада, подкрепи вас, Господи, так, у нас просто, ребенок, не разговаривает, и нам надо, двоим, надо, двоим, надо ходить, а он не хочет, разуми его, Господи, ну, придется, пока, Ксения, моя сокровище, вам быть локомотивом, в этом вопросе, уж, набирайтесь терпения, подкрепи вас, Господи, так, увидела ваши фотки, очень классно, вообще, с этими фотками, у меня какой-то, технический сбой был, я в Инстаграме, их выкладываю, и там есть функция, поделиться, и вот, там, на соцсети, на Фейсбуке, Контакте, и Одноклассников, вроде, я ставил, поделиться на Однокласснике, но, он пишет, что поделился, а на самом деле, не поделился, и вот, я сегодня, буквально, когда зашел, я, наверное, полторы, недели, не заходил, за компьютером, в соцсети, именно, кроме Инстаграма, и не видел, что они делятся, я сегодня, поделился, практически, все, которые делал, надеюсь, вам было, это, в какой-то мере, интересно, за мужа, нужно молиться, безусловно, так, с Херекмадрид, или, с Херекмадрид, власи, перегонцев, мне, просто, очень, нужен, совет, старца, я, единственное, кого я знаю, ну, это, конечно, старец Ильи, духовник патриарха, к нему, наверное, не пробиться, а так, еще есть, ну, насколько мне известно, старец, свято, тройское, сергио, лаври, вот там, тоже, на прием, к нему, ездит, так, подписалась, на ваш канал, думаю, что вы сможете мне, поможете мне, советом, надеюсь, я очень сильно болею, напишите в личку, и, может быть, я аж чем-то смогу быть вам полезным, батюшка, что мне делать, я не могу жениться, вот, в частности, мы сегодня говорим о святых Петре, Петре и Февронии, и к ним нужно, в том числе, молиться, о, я вспомнил, интересную историю, сейчас расскажу, за своего батюшку-однокурсника, который связан с Петром и Февронии, если хотите, поставьте там сердечки, или напишите там, что хотим, я для чего прошу это, потому что иногда, батюшка, зачем вам оно надо, зачем вы это рассказываете, ну, если люди не хотят, вот как раз и пишут, не надо, все, и я тогда дальше иду по другим вопросам, все, вижу, что хотите, все, слава Богу, значит, у меня, однокурсник, был, есть, он сейчас священник, его зовут отец Роман, и у него, такой интересный случай был, он встречался с одной девушкой, пять лет, все у них было, любовь, морковь, и вот, уже учась в семинарии, он назначили не дату, ну, может быть, там, сейчас, секунду, у меня монитор потух, ага, вот, назначили дату бракосочетания, и вот, остается недели две, наверное, до брака, и они приезжают к родителям, его родителям, но они очень такие строгие, ортодоксальные, верующие люди, и он просит ее, ну, давай мы поживем до брака, в разных комнатах, чтобы не смущать моих родителей, в знак уважения к ним, но она говорит, я не против, вот, и они начинают жить в разных комнатах, и вот за неделю, у него какое-то смущение появилось, может быть, чуть-чуть больше, могу ошибиться, там, неделя, или чуть-чуть больше, и он начинает молиться Петру и Февронии, святым Мурдовским чудотворцем, и он буквально три дня молится, и она приходит ночью, и говорит, я больше так не могу, я с ума схожу, вот эти три дня, говорит, я с ума схожу, я должна тебе признаться, потому что мы не сможем дальше вместе быть, он говорит, ну, я слушаю тебя, ты знаешь, я все эти пять лет с тобой была, не из-за того, что ближе к тебе быть, или с тобой быть, я хотела ближе быть к твоему папе, его деньгам, все, и вот, благодаря вот этой молитве к святым угодникам, ее душа Господь управил, чтобы все-таки смягчилась, раскрылась,